Футболист, который радовал своим искусством любителей этой народной игры практически во всех странах земного шара. Честуем сегодня Фёдора, мы не говорим ему прощай, надеясь на то, что тренер Фёдор Фёдор Черенков доставит нам ещё много приятных минут своим трудом на новом поприще. В добрый путь, Фёдор Черенков, народный футболист России, Борис Ельцин. От его игры действительно шла радость, которую он доставал не себе, а другим, поэтому, может быть, это вот так всё было и воспринято. Абсолютно согласен, конечно. Такие принимал решения, которые всегда воспринимались под аплодисменты. Фёдор Черенков. Родился в 1959 году. Полузащитник, заслуженный мастер спорта. Начинал играть в Кунцево, Москва. Выступал за «Спартак Москва» с 1977 по июнь 90-го года, с июня 91 по июнь 94-го года. Ред Стар Париж Франция с июля 90-го по май 91-го года. В чемпионатах СССР сыграл 376 матчей, забил 89 мячей. В чемпионатах России 32 матча и 6 забитых мячей. Чемпион СССР 1979, 87-го и 89-го годов. Чемпион России 93-го года. Шестикратный серебряный и двукратный бронзовый призёр перенч страны. Финалист Кубка СССР 81-го года. Лучший футболист страны 83-го и 89-го годов. В списках 33-х лучших 9 раз. Из них под номером 1 4 раза. Член Куба Федотова забил 136 мячей. В сборной СССР сыграл 40 матчей, забил 16 мячей. В Олимпийской сборной СССР сыграл 9 матчей, забил 3 мяча. Бронзовый призёр Олимпийских игр 80-го года. Я всегда о футболистах сужу по тому, как они принимают мяч. Может быть, это сравнение чрезмерное. Мне не кажется, что оно чрезмерное. Вот так как Черенков, мне кажется, принимал мяч только Марадона. Когда даже не интуиция, а инстинкт какой-то срабатывал. Вот я бы хотел, чтобы Юрий Сивидов сейчас поделился своими мыслями. Вы правильно это подметили. Я скажу, что мало кто обращает на это внимание. Я даже не читал ни в нашей прессе, нигде. Но основное физическое качество Фёдора так никто и не выделил, как футболиста. Оно у него было. Вы знаете, у него была совершенно изумительная подвижность коленных и голеностопных суставов. Совершенно изумительная. Я не видел футболиста с такими физическими возможностями. Именно в подвижность у суставов. Разворот его на месте с мячом с голеностопом и коленом, помните, был... Ну, наверное, никто в мире такой приём не исполнял. И вы правильно сказали, что чем-то, так сказать, он напоминает великих мастеров мирового футбола. Именно в момент соприкосновения с мячом. У меня вопрос. Да, пожалуйста. Как тренеры относились к Фёдору Черенкову? Какие тренеры? Давайте сразу. Дети, которые не укладываются. Стандартные тренеры любят стандартных игроков. В данном случае. Бесков не стандартный тренер. У меня вопрос, как относились к Фёдору Черенкову. Бесков не стандартный тренер, великий тренер. Поэтому он, конечно, любил такого игрока. Лобановский, великий тренер. Но Фёдор в его концепцию игры не вписывался. Понимаете? Пожалуйста, Ложа, хотите прокомментировать? Кто-то, конечно, возразить, прокомментировать. Я не соглашусь с оценкой, которую давали Черенкову Бесков и Лобановский. Слова тренера – это одно. А действие тренера – это другое. В сборную не брали категорически. Черенкова и Кипиани. Все тренеры. Потому что эти два игрока именно своей индивидуальностью, своим мышлением, своим вообще нестандартным подходом к игре они нарушали якобы все планы тренеров. И, к сожалению, это трагедия нашего футбола. Не совсем правило. Я хочу сказать защиту тренеров. Потому что игроки такого калибра, как Черенков и Кипиани, они целиком подомнут команду под себя. И поэтому для того, чтобы ставить их в сборную, нужно время. Я целиком согласен. И с Беском, и с Лобановским. Потому что времени наиграть состав с этими игроками у них не было. Значит, в отборочных играх к чемпионату мира и 86-го года, и 90-го года Черенков играет в сборной. Помогает сборной завоевать путевку на эти чемпионаты мира. А как на финальные турниры? В двух чемпионатах мира, 86-го и 90-го. Только на финальные турниры его не берут. Такая же точная история с Кипиани в другой. Нет, Валерий, здесь я с вами абсолютно согласен и вынужден. Но это опять мое личное, мне не согласится с Юрием. Потому что можно все, что угодно говорить и как угодно оправдывать тренеров. Но когда они не берут сборную Черенкова и Кипиани, это их беда. Огромная беда, а не беда футболистов. Пожалуйста, Саша. Наверное, в то время над нашими тренерами все же давлел какой-то груз. Груз того, что нужно сначала обеспечить оборону, чтобы не проиграть. А потом уже думать о импровизации в игре. И думать о том, чтобы игра с этими футболистами комбинационного плана могли бы добиться успеха. Мне кажется, вот именно только лишь тот груз ответственности, который, ну, наверное, в то время тоже их вызывали и накачивали тренеров. И поэтому они уже шли против себя. Ну, жизнь-то показала, что кто был прав в тот момент, а кто нет. Ведь Черенков первый раз стал чемпионом страны в 79-м. И в 89-м стал еще раз, третий раз чемпионом страны. 10 лет. То есть это тоже говорит о многом. А в 93-м стал еще чемпионом России. Через 10 лет стать чемпионом страны во второй раз, по-моему, за всю нашу историю немного было таких футболистов. Может быть, он чуть ли не единственный. И вот здесь как раз ответ на ваш первый вопрос. Тренеры любят или нет? Количество игр сыгранных в команде. Он на первом месте за всю историю «Спартака». Должен сказать, что по игровой манере они, конечно, были очень похожи. В первую очередь, что роднило их, это абсолютная, так сказать, непредсказуемость их действий. Ходы их были всегда оригинальные, всегда непредсказуемые, всегда неожиданные. И неожиданные для противника, да и для зрителей. За что, собственно, народ их и любил. Они, можно сказать, больше играли в футбол. То есть пытались больше переиграть противника за счет хитрости, за счет изобретательности, нежели за счет своих физических качеств. Мы вынуждены перейти к самой неблагодарной части нашей программы, к выставлению оценок. Пожалуйста, начинаем с Федора Черенкова. Первый критерий достижения. 18. Достижения 18. Карьера 19. Стиль. Стиль тут 20. Нет. Выше нет. Сила духа. Сила духа здесь 18. И влияние мастера. И влияние мастера. Ну, тут тоже много надо ставить. Потому что народ очень любил. И все. 19. Если иметь в виду те звезды его матчи, я бы его поставил 19. По достижению. По достижению 19. Так. Карьера. Да, карьера. Карьера тоже вызывает уважение. Потому что вот вы сами привели блестящий пример того, как он долго играл. Спустя 10 лет стал. Я думаю, ему уж здесь можно было бы и 20 поставить. Пожалуйста. Карьера 20. Стиль. Стиль. Геннадий. Геннадий поставил за стиль однозначно 20. Тоже ставлю 20. Сила духа. В нем тоже была некая лобкость. Ощущалась. Он легко ловался. 16. И влияние мастера. Влияние мастера 20. Влияние мастера 20, да. Да. Лук окостил. Лук окостил. Это deviuste. Продолжение следует...